Руслана Зейналова, но тот как назло для него получил травму и так пока в сборной Азербайджана не дебютировал. Мать русская, отец азербайджанец, давно живет на Украине и кстати родился в Ворошиловграде. 30 лет, ну вот одному из многочисленных новобранцев Белшины, выпускник знаменитого Луганского интерната. Вы не поверите, друзья, но это сущая правда. Из состава, который был у Белшины в прошлом чемпионате, остались лишь три штыка. Александр Шагойко, Игорь Лисицы и Михаил Гордичук. Вот такая полная смена, скажем так, трудового футбольного коллектива. Хачатурян. Болодович на всех парах устремляется, отзывается на предложение партнера, но четко играет, опередил его, по-моему, это был Максим Поттерники, молдавский легионер Белшины, центральный защитник. Как я сказал, третий матч Шахтер проводит в Солигорске. Первый был на иной арене, на стадионе Шахтер. 1700 зрителей. Шахтер, Динамо, Минск. Вот здесь эту встречу посмотрели 2100 болельщиков. Очень сильно сомневаюсь, что сегодня в Солигорске будет установлен рекорд зрительского интереса. Ну, пока решили поддержать мяч Гвозьки. Кунцевич, Зейналов, там в высоком прыжке, не очень любезно, Едушкевич обошелся Зейналовым. Ну и вот игрока, которым я успел сказать несколько слов, нужна помощь. Еще раз посмотрите, тут буквально защитник напрыгнул на спину оппоненту Сталь, Десна, Александрия, Нефтяник из Ахтырки, Крым, Теплица. Ну вот вспоминаю записи в трудовой книжке Руслана Зейналова. Многолюдно на подступах к штрафной площади Юрия Цыгалка. Спиной к воротам находился, да, это центральный защитник по Тернике. Но видим, никакого развития пока эта бобруйская атака не получила. Правый фланг в деле. Демидович, Зейналов. Долетел мяч до угла площади ворот. Ну, там уже Михаил Гордичук слева, вы, наверное, успели заметить. Был готов ставить точку. Сергей Матвеевич не сплоховал. От кого? От Кашевского или от Зейналова вылетел мяч? Арбитрии решают белым. Передают мяч и остановка в игре. Прямо между скамейками запасных находятся, ну, не обидятся на меня работники Солигорского стадиона, своеобразный скворечник, то бишь такая тут импровизированная комбитаторская кабина. Хачатурян Преследует его Мелько, опорный полузащитник Белшин и еще один украинский легионер. Десятый номер Вадим Мелько, выпускник киевского спортинтерната. Играл за киевское «Динамо-3», киевское «Динамо-2», футбольный клуб «Харьков», «Луганскую зарю», «Ворсклу». Один с матчей за юношескую сборную Украины. Опорный полузащитник. Ну вот есть скауты, есть, наверное, знакомые агенты, которые помогли Александру Сидневу, руководству клуба. Но вот после того, когда команда потеряла почти всех игроков по окончании минувшего сезона, вот найти им замену, в том числе и за пределами нашей страны. Осипенко, но несмотря на то, что на две головы Дмитрия выше Патерники, форвард сражался до последнего. Болодович! Лучший враг хорошего. С другой стороны, может, и зря я упрекаю Сергея в попытке улучшить позицию. Так смещался вот к центру. Ну, естественно, уже элемент неожиданности, какой-то внезапности был потерян. Ну, хотя, с другой стороны, не правда ли, тут так перекладывал мяч с ноги на ногу Сергей Болодович вполне симпатично. Естественно, друзья, всех вас искренне поздравляю с первой победой нашей хоккейной сборной на 77-м чемпионате мира. 4-3 в принципиальнейшем поединке. Ох, кто видел, подтвердит. Я не видел, но друзья верные, которым верю, рассказали, которым доверяю, что очень было непросто нашей сборной. Ну, тем приятнее, тем ценнее эта победа. Ситко. Естественно, не только за Сергеем Болодовичем и Павел Ситко наверняка там в списке кандидатов в нашу главную сборную. Ну, как емко, как всегда, да, заметил Андрей Загбатович, просматривать буду всех. Ну, правда, я уточнил. Разумеется, у кого белорусские паспорта в кармане. Вадим Деведович оказывается на газоне после встречи с Евгением Постниковым. Арбитры никакого криминала там не находят. Ну, вот сразу всем и стало понятно, куда будет выбрасывать, не правда ли, Николай Кашевский. Вот так он энергично показал. Вперед, ребята! И дай бог кто-нибудь из вас встретится с мячом. Кашевский, Постников. Ну, вот, вступает в борьбу Евгений Кунцевич за мяч. Права на Евгения принадлежат Батте. Вообще он воспитанник Витебской из Душор добит шесть. Виктору Равкову, Владимиру, извините, Равкову большой привет его первому наставнику. Ну, пока, скажем прямо, уважаемые друзья, вот это уже почти дюжина минут, через 15 секунд уже точно 12 минут будет сыграно. Не изобиловали абсолютно какие бета острыми ситуациями, точными ударами опережает Балановича Климович. Он тут оказался в центре своей Белшидовской защиты и упускает Янушкевич мяч за пределы поля. Так прессинговал его еще один украинский легионер Белшины, я вам сказал, центральный нападающий, 39-й. Номер Денис Васин. Сам он родом из Одессы, долгое время был в составе черноморца, но вот из варяков получилось, перекринфицировался в шиннике. В феврале, кстати, был на просмотре в томе, но в томе, в этом клубе, но что-то там не склеилось. Под 50 матчей сыграл за основную команду черноморца. Итак, Белшина выполняет угловой удар слева возле мяча Руслан Зейналов. Ну вот пытался, пытался Игорь Воронков сохранить мяч в пределах поля. Ну, сами видите, что из этой попытки получилось. Друзья, я буквально одной-двумя строками о малоизвестных, широкой и уважаемой публике игроках Белшины. Ну как, новые люди, высшая лига. Команда, которая так удачно стартовала в этом чемпионате страны. Ну, этот контекст к разговору о шахтере не употребляю, так как шахтер-то привычно у нас. Среди лучших клубов. Матвейчик. Ну вот, когда Гордещук испугал Сергея, решил правозащитник отбросить мяч поближе к своей штрафной площади. Там Андрей Леончик оказался на позиции левого хава и неточный пас. И есть шанс для быстрого выхода из обороны у Белшины. Ускоряется, набирает обороты Игорь Воронков. Михаил Гордещук. Тут рядом Климович. Нет, пас вперед на обострение. Сергей Матвеевич отбивает до чужого. Это опять Гордещук. Осипенко. У Солигорцев было больше. Там и Андрей Леончик, да, капитан, был рядом. Горбачев. Ну вот, знаете, друзья, еще раз присматриваюсь. Михаил Гордещук. Нет, не на привычном правом фланге. Возможно, посчитал Александр Синьев, что в противостоянии Сергеем Матвейчиком именно у Гордещука, ну вот, игрок давно в центре нашего внимания, будет больше шансов. И вот отрядил 62-го номера на непрофильный, скажем так, для него левый фланг. Ну, Михаил Гордещук, если память не подводит, в матч одной 16-й финала Лиги Европы в домашнем поединке в ворота ПСЖ забил мяч. Участник Олимпиады, бронзовый призер молодежного чемпионата Европы 11-го года. Сам он из Карагандинской области. Как я понимаю, в первом тайме мяч по ветру летит в направлении левых ворот. Это у Юрия Цыгалко и его защитников есть тут большие проблемы использовать длинные передачи. Мелько. Ну, друзья, и присматриваемся, я не знаю, насколько это возможно. И рисунок, характер игры в целом. И вот за действиями отдельных игроков, тем более тех, кого, наверное, многие из вас-то впервые и видят. Бобруйский, Баличка, естественно, тут не в счет. Ну, вот вспомнил, что давно не показывали матчи Белшины, наверное, и в последнее время показывали не так часто. Ой, в свое время, друзья, первый репортаж из Бобруйска. Замечательный наш профессионал-режиссер Игорь Воронченко. Помню, как тогда много помогал мэр этого города, тогдашний Михаил Григорьевич Бондаренко. Там торцом к стадиоту «Спартак» в Бобруйске стоит общежитие. На один из верхних этажей, через окно общежитие, высокая точка, верхний план. И первый был матч Бобруйской команды с Минским, «Динамо». Ну, хозяева поля тогда вот в таком исключительно важном, ну, сами понимаете, для Бобруйска-то и, наверное, для всей республики, какое было событие, первая трансляция из этого популярного и известного города. Много чего было заметного, интересного в нашей истории, в том числе и футбольной. Но вот пока на 18-й минуте первого тайма. Ох, не знаю, как вам, а мне хочется свято верить и надеяться, что ну вот-вот, поскорее, побыстрее, куда более интересным, зрелищным станет этот матч. Пока, видим, Климович опережает Болодовича. Ох, вратарь, какая далекая командировка у Дмитрия Гущенко. Еще один, кстати, воспитанник витебского футбола, тут уже из душевка Соболец. Перехватили солигорцы мяч, вроде бы как всплеск в их активности. И трибуны тут проснулись, оживились. Матвеич, я к справу, уже почти добежал до уровня линии штрафной площади. Нет, не расстается с мячом Ядушкевич. Хорош перевод на левый фланг. И посмотрите, какая потрясающая солигорская атака. Алексей Ядушкевич, блестящая диагональ на левый фланг. И там Павел Ситко. Просто в недоумении Дмитрий Гущенко. А что это было? А как это получилось? Ну мы с удовольствием, друзья. Сегодня у нас, как всегда, и бригада профессиональная, и техника, похоже на то самое современное. Поанализируем, посмотрим эту атаку. Посмотрите, как-то там правый фланг Бобруйской обороны провалился. И как же Ситко выцелил, друзья. В дальний угол. Паша красавец. Посмотрите. Не знаю, может было бы, кто-то скажет, удобнее дать мячу опуститься на газон, бить ногой. Но как красиво все получилось. И главное, расчетливо. Тут уже обезьянник. И не обидится на меня Гущенко. Прыжок Дмитрия. Хорошая реакция. Летит под перекладину. Но Павел Ситко, друзья, один из лучших и самых красивых мячей этого сезона. Ну, по крайней мере, который довелось мне увидеть. Вы солидарны? Да, красивая атака. И вот, по сути дела, не забыл ничего. Первый. Один из первых ударов створа оказывается голевым. Демидович Кунцевич. Вылетает мяч от Кашевского за пределы поля. Да, просто потрясающая Солигорская атака. Ой, никак не могу успокоиться. Хотя пора. Не сомневайтесь, друзья, родных, близких, кто не видел в перерыве, зовите как радом телевизоров. Перед началом второго тайма голевые атаки тайма предшественника мы вам обязательно покажем. Дмитрий Климович подает угловой. И совсем, или это мне кажется, ну, ох, под каким углом нахожусь. К тому участку поля Вадим Демидович замыкал эту подачу с правого угла поля. Да, отдаем должное и Павлу Сидко, ну и, конечно, Алексей Янушкевич. Ну, красавец, какую передачу сделает. Третий мяч Павла Сидко в этом чемпионате. Ну, вот забивал он в четвертом туре Жодина. Забивал в предыдущем туре в Мозыре. Ну, вот в трех из четырех. С учетом этого, последних матчей, Павел Сидко неизменно наносил голевые удары. Таким образом, шесть игроков у нас забили по три мяча. В том числе, кроме Павла Сидко, из участников этого матча, и Дмитрий Осипенко. Ну, вот только, друзья, ну, вы знаете, наверняка это случайное совпадение, но, тем не менее, случайное-случайное спору подумать о закономерности. Только тут завел речь о том, что как хочется, да, 17 минут. Не самые интересные, чтобы быстрее дело пошло веселее. Будьте любезны, на 19-й минуте счет был открыт. Ну, не похвалишь себя, да, понятно, что там по тексту дальше следует. Замечаем мы с вами с первых секунд, да, такую заряженность на борьбу, настрой. Как порой говорим, блестят глаза у игроков. Желание хоть отбавляй. Не все получается, это другой вопрос. Сергей Матвейчик. Ну, выбросил мяч на партнера. Это был Кирилл Вергейчик. Попытался Кирилл сразу головой на Дмитрия Осипенко перевести. Мяч, нет, не вышло. Евгений Куцевич вратарю Гущенко. Виталию Родионову в свое время досталось. Горбачев вдоль бровки отправляет мяч. Там Постников опередил Васина. Мелько. Ну, там вроде бы и Воротков предлагал Владимиру Мелько свои услуги. Ну, как-то так решил украинский опорный полузащитник сыграть поинтереснее. Ну, на посредине. Вперед был пас. Выпрыгивали Вергейчик и Патернике. Сами видели, чем закончилась эта дуэль. Ну, а затем сфалили. Солигорцы на Горбачеве. Не прав был Осипенко. Васин. Три его партнера уже в штрафной. Юрия Цыгалко. Ну, вот буквально там тенью приклеился Николай Кашевский. К сопернику Евгений Постников. Сейчас, когда на сайте нашей федерации появился такой интересный раздел, как матч-центр. Ну, можно, друзья, анализировать, искать любопытные статистические детали матча. Но вот пресловутое процентное время владения мячом, которому мы так много уделяем внимания. Что тут будет? Ну, похоже на то, что абсолютно не оценил Руслан Зеидалов все. Ну, просто огромные перспективы этого своего победа. Не ждал встречи. Ну, как же так, а? Еще раз смотрим. Непонятно, что тут делали солигорские защитники. Как лучшие друзья Руслана наблюдали, попадет или не попадет. Вот он не бил, он просто подставил голову и, сами видите, там минимум в метре над перекладиной пролетел мяч. Так вот, интересно. Шесть матчей сыграл Шахтер. В двух из них превзошел соперников. По времени владения мячом. Вергейчик. От Патырники улетает мяч на угловой. В двух уступил и в двух было 50-50. Ну, особенно было преимущество с Гомеля в матче. 67 на 33 процента. Итак, Шахтер, благодаря мячу, который на 19-й минуте в очень эффектном, зрелищном таком варианте, забил Павел Сидко после потрясающей передачи диагональной Алексея Нушкевича. Шахтер ведет 1-0 и выполняет очередной угловой. Главой Хачатурян. Жесткий был стык. Арбитр дает играть. Демидович. Возле бровки Владимир Журавель. Уже вижу. Но благо все тут рядышком. Бери циркаль, окружность 10 метров. В метро вижу, вижу, как тот уже оператор готов предложить режиссеру. Крупный план с эмоциями главкома Солигорской команды. Ну, куда ты бежишь? Хорошо слышны реплики. Наверное, мне даже и не надо дублировать. Но вот удивлен, поражен Владимир Иванович. Ну, куда ты бежишь? Остановка в игре. Нужна помощь Солигорскому футболисту. И самое время, друзья, мне вам напомнить. Ну, выпуски новостей смотрите, слушайте в интернете. Сколько возможностей. Как вчера у нас прошли 4 матча родного. Беларусь банка 23-го чемпионата страны по футболу. Торпеда БелАЗ, Динамо, Минск 2-3. Волевая победа гостей. На 13-й минуте Дмитрий Щегрикович счет открыл. Забил свой третий мяч. 23-й Александр Быченок 1-1. 53-й Костин Куреля 1-2. 54-й Валерий Коршакевич 2-2. 67-й Сергей Политевич 2-3. Минск, Динамо-Брест 2-0. 79-я минута. Счет открыл Роман Василюк. 228-й мяч лучшего нашего Галеодора. Суверенной истории белорусского футбола. Идущий второй Валерий Стрепейки с аж 9 мячей уступает лидеру клуба белорусских бомбардиров. На третьей добавленной минуте Виталий Кибук подвел черту. Эвкаминск выиграл 2-0. Нафтан Нема 0-0. Тут все быстро, все просто. В Днепр Батэ 2-1. 29-й Александр Сазанков 1-0. 70-й Владимир Юрченко 2-0. 84-й Павел Нехайчик 2-1. Оказали помощь травмированному футболисту. И вновь полный состав у «Шахтера». Поднимайся, Яшка. Янушкевич. Да, конечно, все раз просто поразительно. Не знаю, коллеги будут монтировать самори первого тайма. Думаю, так сразить он возьмут атаку. Там, наверное, метров 20, как мне показалось. Может, ошибаюсь. Пробежал с мячом, протащил его. Ну, и потом так здорово нашел Алексей Янушкевич на противоположном фланге Павла Сидко. Главное, все было более чем своевременно. Ну, и исполнено. Просто, как сказала бы Элочка-людоедка, блеск. Климович, Воронков. Ой, вперед двумя ногами Мелько бросал. Иван Сафарян, я думаю, сейчас покажет карточку. Да. Посочувствуем Сергею Матвейчику. И... Ну, как мгновенно ускорился Иван Сафарян. Буквально спринтерский темп. Ну, чему удивляться. Хорошая функциональная подготовка. И я знаю, что разносторонний, скажем так, атлет, спортсмен Иван Сафарян с успехом играет за команду «Рубеж» в НХЛ. Чемпионат мира среди любительских команд. Ночная хоккейная лига, иначе говоря. Но это так словом. Павел Ситко. Ой, по лесамую гущу. Игроков Дмитрий Гущенко. И мяч уже летел в ворота. Благо, по-моему, это был Максим Паттерники. Ну, некогда нам пока давать повтор. Но после углового, я думаю, хотя наверняка вы и сразу в режиме онлайн оценили всю остроту этого момента. Да, уже летел мяч в пустые ворота. Как-то так, не знаю, судите сами, Гущенко, сколько оправданно, не оправданно. В гущу своих чужих игроков полез, как следует, к мячу и не добрался. Ну, вот видим, на исходе получаса игры у Шахтера был еще один хороший момент. Итак, как себя проявят? Ну, естественно, в атаке впереди игроки разного амплуа. Но вот одно из высказываний после одного из вчерашних матчей так особо пристально заставляет, не знаю, как вас меня следить за нападающими. Ну, а это еще раз напомню Дмитрий Осипенко, Кирилл Вергейщик у Шахтера, Денис Васин, ну и с натяжкой Руслан Зейдалов у Белшины. Вчера в Дугажеве Владимир Борисович Курнев сказал, а что делать, коль в стороне всего два форварда. Один в Борисове, второй в Курбишеве. Гордещук. Чатурян. А Гордещук настойчив. Давай, Миша. Звучит подсказка команда с Бобруйской скамейки запасных. И Иван Сафариат показывает на левый угол поля. Тридцать вторая минута. Да, там Николай Кашевский, наверное, своевременно выиграл дуэль у соперника. Посмотрите. Вадим Демидович там сражался. На втором этаже. Шестым номером Шахтера. Зейдалов подает. Заметался мяч. Вблизи ворот хозяев поля. Массовые апелляции к арбитру. Вот даже один из игроков. Это Патруники. Подносит руки к глазам. Дескать, арбитр. Видел, не видел. Друзья, коллеги, дайте-ка нам повторы. За чего там такие, как порой говорю, страсти мордасти разгорелись. Вадим Демидович! Вадим Демидович! Ну, может, моя просьба к коллегам ушла и в космос. Может, все-таки тот момент, момент неоднозначный, который вызвал бурю эмоций, мы увидим. Итак, угловой. Ну, не знаю, честно говоря, этот повтор. В чем-то однозначном, конкретном, а попросту говоря, без затеи вообще ничего не увидел. Зейналов. Матвейчик опередил Зейналова. Мелько. Ставит корпус Зейналов. Ну, и, как порой-то говорят, под раздачу попадает. Тут такой жесткий был стык Андрей Леончик. Ну, вот улыбается Иван Сафарья. Спиной был ко мне Андрей Леончик. Не знаю. Как Сакал, игрок достойный самого большого уважения. Но ему, похоже, там больно было. Не до улыбок. Итак, Руслан Зейналов. Что принесет этот стандарт Белшине? Юрий Цыгалов. Никто не мешает. Все видит. Король воздуха. И тут же пытается бросить в быструю атаку соперника Дмитрия Гущенко. В очередной раз, наверное, ох, как заставляет биться на сердце тренера своей команды. Но, как мы знаем, победителей не судят. Соперника в этой командировке за двадцатка метров, наверное, как минимум за пределой штрафной Гущенко опередил. Зейналов фалит на Хачатуряне. Обе команды в середине марта проиграли свои четвертьфинальные кубковые встречи в Минске, в Манеже. В обручании, напомню, уступили Жодинцам 1-4 с Олигорцами, с Минскими Динамовцами. Мечей не забили в игровое время. Ну, а по серии пенальти, помню, там, да, геройствовал Александр Кутер, в полуфинал вышла тогда Динамо. Мелько! Васин! Ну, там Мелько от Балановича, может быть, и досталось. Ну, полагаю, что арбитр... Опять-таки, если там и было что-то похожее на нарушение правил, ну, наверное, правильно не списнул. Мечом-то владели в обручании. Ну, что, отложенный штраф, отложенное наказание не в виде карточки. Сергей Баланович поднимает палец. Товарищ господин судья, ну, первый раз, ну, да. Грязно получилось, нехорошо. Ну, вот так, со строгим лицом Иван Сафарян. Все-таки был там фол, не зря мне показалось. Сергей Матвеевич парашютом, свечой забрасывает мяч. Ну, как-то сегодня, вот, не знаю, друзья, может быть, я и необъективен. Ну, не всегда вот такое у меня ощущение, что Дмитрий Гущенко идеально спокоен, уверен в своих силах. Может, я ошибаюсь? Опять-таки, вариант, сколь оправдан, сколь логична его, вот, нередко такая игра. На границах штрафной площади, а то и за ними. Воронков, Хачатурян. Встреча двух аксакалов, так, можно опять это слово употреблю, опорных полузащитников. Воронков, ну, аксакалы. Не самый зрелый возраст, давно на виду. А, хорошо тут сыграл Горгийчук. Так, на паузе обыграл соперника. Ну, вот, серия взаимных потерь. Гримаса боли, крик Дмитрия Климовича. По-прежнему он не может подняться. Горгийчук, ну, вот, все уже и Климович в строю. Воронков, Горгийчук. Да, чаще вот сюда, на левый фланг переносится акцент наступательных действий Белшины. Еще раз повторю, друзья, не на привычном для себя правом фланге. Мы в Батэ, по-думаю, картину наблюдали, правда, не раз. А слева решил Александр Сиднев. Должен играть Михаил Горгийчук. Ну, не знаю, какие там были секретные данные. И Сергей Матвейчик два матча пропустил. По-моему, были у него проблемы со здоровьем. Но в предыдущей встрече своей команды он играл. Предыдущая встреча победная в Мозыре 2-0. Горгийчук, Мелько, Зейналов. Горгийчук. В неподходящий момент запнулся, споткнулся. Мелько. Кунцевич. Там из-за пределов штрафной площади видели, как расчехлил свою прощу Евгений. Мощно пробил. Иной вопрос мяч принял на себя соперник. Осипенко и готов стартовать Вергейчик. Держит Кирилл линию. Смотрит, дабы там не забежать в офсайт. Леончик. И решился Андрей. Удар. Так его трибуны призывали. Нет, не перелетает мяч высокорослого игрока Белшины. Андрей Хачатурян, который там, ну, до последнего, наверное, надеялся. А вдруг. А вот пролетит передача. Нет. Хачатурян на сей раз не удел. А вообще Владимир Журавель использовал 18 игроков в этом чемпионате. И пять из них. Цыгал, Капостников, Янушкевич, Хачатурян, Леончик. Без замен отыграли во всех шести предыдущих матчах. Ну, вот так всю ширину поля используют футболисты Белшины. Леончик выносит мяч. С учетом сегодняшнего успеха по три мяча забили Павел Ситко, Дмитрий Осипенко, Алексей Риос отличился дважды. И еще один мяч забил Сергей Баланович. Так, двумя штрихами, друзья, напоминаю. Ну, о каких-то, наверное, небезынтересных, важных моментах этого сезона для той, для одной и второй команды. Ну, вот, между прочим, на девятнадцатой минуте этого матча прервалась завидная. Немножко преувеличиваю, говоря завидная. Ну, ладно. Сухая серия Белшины. Команда в трех предыдущих матчах не пропускала. Двести восемьдесят три сухих минуты до этого. Плюс восемнадцать. Сегодня триста одна минута продолжалась сухая серия Белшины. Баланович. Нет, не Хачатурян упас. По Тернике. Легко Молдаванин опередил. Андрея. В прошлом туре Белшина выиграла у Нафтана. 1-0 в домашнем матче. До того победу в Могилеве. 1-0. До того ничья с футбольным клубом Минск. 0-0. Вот откуда были. Взялись эти три матча. Без пропущенных мячей. Кто-то, может, тут упрекнул, что-то упутал, забыл комментатор. Да нет. Шахтер забил семь мячей. Но Белшине тяжелее даются голы. Всего 5-6 в предыдущих матчах. И тут 18-19 игроков, извините, выходили на поле. Гущенко, Шагойко, Мельков, Воронков. Целиком провели предыдущие матчи. Кунцевич, Воронков, Зейналов. Ой, вступает в борьбу Хачатурян. Арбитр в двух метрах от эпизода. И, несмотря на то, что там, ну, и крик был соответствующий. И корчится, мучится. Ну, как бы от боли игрок. Матч продолжается. Но вот тут недовольны. Недовольны тем, что игра не была остановлена. Представители тренерского штаба Белшины обращают внимание, что нужна помощь Руслану Зейналову. Друзья, можно еще раз этот момент мы посмотрим. Не с точки зрения тут какой-то нехороший. А вот еще раз, сколь оправданным. Оправданной была такая реакция Александра Сиднева и его коллег. Да, правой ногой мы видим чистейшей воды накладка. Андрей Хачатурян сделал боль до Руслану Зейналову. Ну, опять-таки, друзья, все. Это мы в варианте повтора, в динамике, как принято говорить, эпизода. Ладно, ставим многоточие, не будем рассуждать. Но, я уверен, Иван Сафариан предполагал перед началом матча, что страсти тут будут бушевать на поле стадиона «Строитель». Не шуточные. Я думаю, арбитры морально были готовы к тому, что будет вот такая упорная на грани фола, а может и в ином варианте, борьба. Зейналов. Ну, все в порядке, видимо, и Руслан уже, так сказать, не прикрабывает после предыдущего стыка. Сергей Бланович убегает в буллитном выходе. Молочные продукты, воробьи, кого и чего угодно можно тут вспоминать. Так, еще раз смотрим. Не успели вернуться в свою штрафную гости. И посмотрите, какой хороший последовал пас. Исполнение подвело Сергея Блановича. Что тут еще скажешь? Вот, хороший план, где еще раз мы можем тут все оценить и проанализировать. Как бы скоротечным, естественно, этот план и сам момент не были. Бланович, Вергейчик, Осипенко. Три первых касания прошли. Ох, какая атака размашистая. А вот сейчас, друзья, игрока пускай тоже не попал. Почувствуйте разницу. Не только в Одессе, так можно сказать. Павел Ситкотта совсем рядом с прямоугольником ворот ударил. И если коллеги будут давать повтор, вот эти бы три передачи в одно касание. Понимаю, размечтался. Большой кусок матча можем перекрыть, что-то зевнуть. Но не зря мы с вами в режиме онлайн отметили, как три игрока Целегорской команды при встрече с мячом первым касанием делали передачу. Осипенко. Бланович. Вот вы знаете, как-то так там вот на правом фланге Белшидовской обороны порой возникают какие-то проблемы. Не рада спешу делать такие выводы? Да, Евгений Кунцевич заметен впереди. Сейчас он ходит вперед. Ну а прямые обязанности. 46 минут будет продолжаться у нас первый тайм. Осипенко. И у Шахтера еще один потрясающий момент. Бланович справа. Утрирую. Полчаса один был. И вот сейчас Сергей взглядом, а может быть и словом, не знаю, наверное, упрекает. Сами посмотрите у Осипенко, какая позиция. Покати, Осип. Прозвище хорошее Дмитрий Осипенко. И Бланович не то, что сетку рвать будет, а еще успеет у Гученко спросить, в какой угол отправлять мяч. Да, на последних секундах первого тайма. Самый, что ни на есть, мяч в раздевалку. Сами видите, наверное, эпизод, когда легче было не забить, чем забить. Три игрока в стремительной кавалерийской солигорской контратаке против, по-моему, двух соперников. Вылетали вперед. А ведь сколько с себя вместили эти последние десятки секунд первого тайма. Метров с 25. Посмотрите, как буквально ахнул. Это я классно в ударе. Андрей Хачатурян. И как успел сложиться Дмитрий Гущенко. И с правого нижнего от себя угла достать мяч. Да, вот концовка первого тайма с точки зрения остроты, зрелищности. Не правда ли, друзья, едва ли не дает фору предыдущему отрезку этой встречи. Ну и, как всегда, Коль, такое многообещающее. Богатое на события. Многообещающе получилось вот эта самая концовка первого тайма. Ну, так хочется верить, что не заставить себя и Ребостик, и Ребост, и Ребостище, перекинутый в тайм номер два, его возведение, долго себя ждать. Пока Шахтер выигрывает у Белшины 1-0. На девятнадцатой минуте Павел Ситко забил очень эффектный мяч. Друзья, кто земнул этот момент? Кому есть кого порадовать? Как у вас там болельщики эстеты? Да не эстеты, любые, уверен, оценят этот голевой шедевр Шахтера. Обязательно их приглашайте. Минут через десять мы вернемся и перед вторым таймом успеем вам показать самори первого тайма, в том числе, конечно же, и этот гол красавец.